Первая часть фильма про Чебурашек-ниндзя вышла в 90-м году, и при 13-миллионном бюджете заработала более 200, и стала самым финансово успешным фильмом 90-го года. Вторая часть вышла в 91-м, и при 25-ти миллионах собрала около 80. Третья часть фильма вышла в 93-м, и при 20-ти миллионном бюджете собрала 40. У меня в моей коллекции видеокассет была именно третья часть, и я часто её пересматривал, и поэтому для меня именно третья часть черепашек является самой офигенной. С 97-го выходил сериал Чебурашки-ниндзя. Следующая мутация, у которого вышло 26 эпизодов, и вы, возможно, слышали или помните этот сериал по черепашке с сиськами по имени Винус, она же Венера. Сериал является продолжением третьей части фильма, и там даже была совместная серия с могучими рейнджерами. Режиссёром первых черепашек стал Стив Бэрон, который также режиссировал фильм «Яйцеголовые» 93-го года, документалки про Майкла Джексона и прочее. Когда фильм про черепашек был почти готов, Стива уволили, потому что продюсеры фильма посчитали, что он сделает фильм ещё более мрачным и жестоким, чем уже его сделал, и решили закончить фильм без него. Также в начале на режиссуру первых чебурашек рассматривали Рассела Малкехи, который режиссировал первую и вторую часть фильма «Огуре горец» 86-го года, «Мумия принц Египта», «Обитель 3 вымирания» и прочее. Идею про черепашек я вам предложил в видео, что стало с актёрами фильма «Форсаж», где я рассказывал про Лукаса Блэка, Сон Кана и Мишель Родригес. Вы эту идею поддержали? И также я делал голосование в группе «Ай, люблю кино», и многие откликнулись на эту идею. Поэтому теперь мы делаем по вашим заявкам. В черепашках очень много удалённых сцен. Например, вряд ли вы знали, что в фильме есть сцены на ферме. В основном можно найти только короткие фрагменты удалённых сцен и фотографий. Кстати, в американской версии фильма не было мультяшных звуков во время драк черепашек, и они были только на европейских версиях фильма. По-моему, у меня была кассета именно с мультяшными звуками драк. По крайней мере, вторая часть у меня была точно с мультяшными звуками. Возможно, и первая такая же была. Также в некоторых версиях фильма были вырезаны сцены, где Микеланджело дрался нунчаками. Есть и альтернативная концовка черепашек. В альтернативной концовке фильма Эйприл приносит идею комикса про черепашек к создателю комиксов. И он, почитав и посмотрев её историю, говорит, что она слишком отдалена от реальности. А в это время черепашки смотрят на него из-за окна, и Микеланджело чуть ли не срывается с высоты. А затем удивляется словам издателя. Про интересные факты будет далее, а пока что начну рассказывать про актёров фильма. Дэвид Форман носил костюм Леонардо в первой части «Черепашек», и он до сих пор активно работает каскадёром в фильмах класса А, таких как «Бэтмен. Начало», «007. Skyfall» и прочие. Дэвид также играл одного из членов банды клана Наги в цели сражения Кейси с Татсу. Озвучивал Леонардо во всех частях «Черепашек» Брайан Точи, которого вы знаете по роли Нагаты в «Полицейской академии». Про актёров из «Полицейской академии» также есть ролики на канале. Мишлен Систи, не путать сиськи, носил костюм Микеланджело в первой и второй части «Черепашек-ниндзя». Он также играл доставщика пиццы в первой части «Чебурашек-ниндзя». Робин Рист занимался озвучкой Микеланджело во всех частях «Черепашек-90-х». В 2017 он озвучил персонажа по имени Монду Гекко в мультике «Черепашки-ниндзя». Джош Пейс носил костюм и озвучил Рафаэля в первой части «Черепашек-ниндзя». Он же играл пассажира такси в одной из сцен. Из-за съёмок в «Черепашках» у него развелась клаустрофобия, то есть боязнь замкнутых пространств, потому что находиться в костюме для него было как находиться в закрытом гробу. Лейв Тилден носил костюм Донателло в первой и второй части «Чебурашек-ниндзя». Он же играл одного из бойцов клана, который встречает Эйприл в метро. Дублёром для Лейв Тилдена после того, как он получил травму на съёмках, стал актёр и каскадёр Эрни Рейс-младший, которому на апрель 2017-го 45 лет. Он также будет играть Кину во второй части «Черепашек-ниндзя» в 91-м, играть в фильме «Час-пик-2» в 2001-м, «Ниндзя-сёрферы» в 93-м, где он играл со своим папой Эрни Рейс-старшим, играл в фильме «Сокровища Амазонки», «Индиана Джонса и Королевства Хрустального Черепа» в 2008-м и в прочих фильмах. Ему также предлагали роль Донателло в третьей части «Черепашек», но он отказался из-за занятости в фильме «Ниндзя-сёрферы». Кори Фельдман озвучивал Донателло в первой и третьей части «Черепашек». Периодически он озвучивает слэша в мультиках «Черепашки-ниндзя» и играх. И ещё много где снимается, но в малоизвестных фильмах. За озвучку Донни Кори получил всего лишь 1500 долларов, так как ему сказали, что это будет маленький независимый фильм. Кстати, смотрите, что скрывает рот Донателло. Изначально на роль Эйприл планировались актрисы Сандра Баллок, Николь Кидман, Вайнона Райдер, Лорейн Бракко, но в итоге была выбрана Джудит Хоук и она играла Эйприл только в первой части «Черепашек». Она до сих пор снимается в фильмах и даже вроде бы у неё есть камео в «Черепашках 2», которые вышли в 2016. Я не смотрел новых «Черепашек», поэтому не знаю, вошла ли её сцена в фильм или она была вырезана. Если кто смотрел новых «Черепашек», напишите в комментарии, была ли там Джудит Хоук. Джудит Хоук, игравшая Эйприл и Нил в первой части «Черепашек», часто жаловалась на съёмках, что приходится слишком много работать и по 6 дней в неделю, и то, что в фильме слишком много неоправданной насилия и жестокости. Из-за этого её не взяли играть дальше Эйприл в последующей части фильма, а вместо неё взяли актрису Пейдж Турку. Кевин Клэш озвучивал Сплинтера в первой и второй части «Черепашек. Ниндзя». А управляли Сплинтером три оператора. Один мордой, второй движениями конечностей, третий туловищем. Как видите, Сплинтер на самом деле чёрный. Это афрокрыса. Кевин прославился озвучкой Элмо в улице Сезам. Элиас Котиас играл Кейси Джонса в «Черепашках». Он до сих пор активно снимается и был в фильмах «Иллюзия обмана», «Остров проклятых», «Возмещение ущерба» со Шварцем и впрочем. Джеймс Сайто носил костюм Шредера в первой части «Черепашек». И он до сих пор снимается и играл в фильмах «Адвокат дьявола» в 97-м, «Один дома 3», «Крепкий орешек 3» и впрочем. Дэвид Маккарен озвучивал Шредера в первой и второй части «Черепашек». Он также занимался озвучкой в мультике «Ледниковый период», «Последняя фантазия», «Король лев» и прочим. Тошиширо Аббата играл правую руку Шредера по имени Татсу. Он также играл в «Разрушители», о котором я рассказывал ранее, в видео 5 классных фильмов 90-х, которые я обожаю. Играл в фильме «Разборка» в маленьком таком «Токио» и еще в небольшом количестве фильмов. С 95-го ушел из актерской карьеры и участвовал в чемпионатах мира по харакири. Шучу. Он в 96-м году основал школу боевых единоборств и обучал Айкидо, Буджитсу, Тайхуджитсу и Унаги Маки. А изначально Татсу должен был играть профессор Тору Танака, который играл Саб-Зиро в фильме «Бегущий человек» с Арнольдом Шварценеггером, «Последний киногерой» опять-таки со Шварцем, «Человек тьмы» и прочих фильмах. Профессор Тору Танака умер в 2000-м году от сердечного удара. Майкл МакКонахи озвучивал Татсу в первой и второй части «Черепашек ниндзя». Он до сих пор активно работает в озвучании различных персонажей игр и мультиков. Он озвучивал Короля Лича и Смертокрыла в играх World of Warcraft, Тирана в Обители Зла и Проклятия, занимался озвучкой в игре Diablo 3, в 2011-м озвучивал в игре Mortal Kombat Kano, Эрмака и Старшего Бога, и ещё во многом другом работал Майкл. Сэм Роквилл сыграл маленькую роль члена банды в «Черепашках ниндзя». Он, возможно, вам известен ролью кидающегося какашками персонажа в фильме «Зелёная миля» в 1999-м. Также он играл в фильме «Автостопом по галактике», снимался в «Железном человеке 2» и прочем. Одного из бандитов играл Скит Ульрих, который также играл в массовке в фильме «Уикенд у Берни», который я обожаю и делал ролик по этому фильму. Играл в фильме «Колдовство», который был у меня на кассете в детстве. Это хоть и девчачий фильм про современных ведьм, но он мне нравился. Также там есть Робин Танни, игравшая со Шварцем в фильме «Кончик света» в 1999-м, Нив Кэмпбелл, которая стала звездой фильмов «Крик» и прочие. И вообще фильм довольно-таки приличный. А также Скит Ульрих известен ролью Билли в фильме «Крик» и ролью Джейка Грина в сериале «Иерихон». Также в первых «Черепашках» есть камео одного из создателей самих «Черепашек» Кевина Истмана. Он играет простого человека в толпе, но мне его найти не удалось. Также Кевин Истман появлялся в роли доставщика пиццы в «Черепашках 2» в 2016-м. Джим Хэнсон занимался созданием дизайна персонажей в фильме «Черепашки». И он умер спустя полтора месяца после выхода первых «Черепашек» в 90-м году в возрасте 53-х лет. Открывали рот и двигали бровями, улыбкой и прочей мимикой «Черепашек» операторы с помощью электромоторчиков, которые были подсоединены проводами к голове «Черепашек». Все провода сзади через спину уходили в аккумуляторную батарею, которая крепилась на поясе актёров-каскадёров, которые носили костюмы «Черепашек». Продюсер «Черепашек» показал готовящийся фильм топ-менеджером компании Playmates Toys, который занимается производствами фигурок и игрушек по фильмам и мультикам. Он хотел, чтобы они сделали фигурки «Черепашек» и выпустили их к выходу фильма. Но топ-менеджерам не понравились «Черепашки» и они отказались делать фигурки и упустили огромную финансовую выгоду. Эта компания стала производить фигурки «Черепашек» только после 2010-го. Убежище Шреддера и главная база клана Фуд были сняты на заброшенном цементном заводе. Эту же локацию использовали для съёмок ночного клуба в фильме «Ворон» 1994-го года. О котором также есть ролик на канале. На этом всё. Охуенно полезные ссылки ищите в описании к этому видео. Там же будет и Копро Код, дающий 10% кэшбэк при покупках на Бабай Экспресс. А также ссылка на видео, в котором я показал, как увеличить стандартный кэшбэк с 7% до 8,5%. Также, если вам понравилось это видео, то проголосуйте справа сверху, хотите ли вы продолжение. И сделаем про вторую часть, про третью, коснёмся и современных фильмов «Черепашек», которые я ещё не посмотрел. Как посмотрю их, посмотрю дополнительные материалы, как снимались, что там вообще, кто играл как. Тогда я расскажу про них, если хотите. А также, если ищите хорошенький смартфон с большим 5,5-дюймовым экраном, то я лично рекомендую Redmi Note 4X, который я приобрёл себе и заменил его на iPhone 6. То есть, в комментариях видел, что кто-то не верит, что реально я как будто вру, и не перешёл я на самом деле на Xiaomi, что как будто я пользуюсь до сих пор iPhone, но на самом деле нифига я не вру, а просто делюсь своим мнением. И я действительно перешёл с iPhone 6, который сейчас снимает это, на Redmi Note 4X. Теперь Redmi Note пользуюсь постоянно. Ой. И у него я играю в Mortal Kombat, и полноценно пользуюсь им. То есть, мне нужен был именно большой экранчик, чистенький, опять ты включил сниму, большой экран и ёмкая батарея, которая меня полностью устраивает. Здесь 4000 мАч. И кому интересно, опять он включился, потому что есть постукивание, вот так вот я его иногда стукаю, и он включается. Кому интересно, можете посмотреть обзор на этот смартфон справа сверху. Также на канале Сунь Фунь Чай будет обзор на Meizu M5 Note, который ко мне придёт. И ещё я себе такой же заказал смартфон Redmi Note 4X, только спереди чёрный, а сзади серебристый. А этот продам. И заказал ещё Redmi Note 4X с процессором Helio X20, полностью чёрный вообще, и спереди, и сзади. И тоже сделаю сравнение нескольких смартфонов. Ещё придёт ко мне халявный Home Tom HT27, который я выиграл в халяве. И тоже заценим его, посмотрим на канале Сунь Фунь Чай. Вот и всё. ЗАЕБЁТСЯ БЛИ Так вот так? Так. Ну погнали. Блин. Так. Нормально, да, да. И именно третья часть черепа... БЛИТЬ. Третья часть фильма вышла в 93-м. И при 20-ти миллионном бюджете... БЛИТЬ. Идея про черепа... БЛИТЬ. 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 Деньги два... БЛИТЬ. 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 БУЙДЖИ ТУД. БЛИТЬ. БЛИТЬ. В фильме.. Надо повыше эту х**у. Где сделать? Жесное во всех общей? Ну.. te... 錡atamente, наверное. С***а вза***. Тыpe время нормально. Нум... Нормально. ими ими и мишенька и мишка так же там будет ссылка на copro код до 60 на этом все интересный санит не интересная также заказал такой же смартфончик только серебристый с передним черным экраном посмотреть на него обзор справа сверху я сделал серебристый и спереди черные а этот продать и забыл чего хотел сказать вообще так а еще на хилл x20 кому интересно про смартфоны можете посмотреть справа сверху на канале сунь хунь чай потом сделают обзор дэвид также играл одного из членов банды в сцене где татсу и кейси ебаться режиссером первых черепашек стал стив барон который также и сервера режиссер который также джи бать который также джи себе еще такой в черепашках очень много удаленных сцен например в бляд ли вы знали кевина истмана он играет простого человека в тольпе тольпе он играет простого человека в толпе если понравилось это видео то можешь глянуть еще парочку интересных с канала а я люблю людей интересное видео есть как в описании этого ролика так и отображены на твоем экране прямо сейчас а если есть что сказать по теме то напиши в комментарии будет интересно почитать до встречи